Если я буду проводить любой зависимый, независимый эксперт, белорусский, немецкий, английский, пусть даже самый близкий к Лукашенко человек, неминуемо приведет к доказанию виновности президента. Ни один самый маститый адвокат не сможет опровергнуть факты, изложенные в этой книге. Жадный наиболее, даже адвокат, не будет мог забеговать факты, которые будут представлены в этой книге. Я уже неоднократно заявлял и заявляю, что я готов выступить перед любым обвинением в мой адрес, если я допустил клевету. За три года существования этой книги такого заявления не поступило ни от кого. В целом этих трех лет от момента выдания книги ни одной такой скарги не было. Поэтому вывод может быть только о нем. И та, и другая сторона, и вообще любые лица, прочитавшие ее, понимают, что все есть вложенные там правы. И по-просто ввесок есть очевидный, что ни одна, ни другая сторона, и че за, и че за, и че против, понимают, что то, что сказано в книге, есть по-просто правдой. Мне приходилось отвечать на различные вопросы. Отпогадаем уже на наиболее различные вопросы. Поэтому сегодня у присутствующих есть такая возможность без всякого стеснения задавать мне вопросы на любую тему, даже неприятные для меня. Пожалуйста, я готов к этому. Так же, маще панецко можливое задание мне вселенных вопросов, навет таких неприятных, я естэм готов отвечать на них. Еще раз. Спасибо. Прошу. Я хочу уукоюнить этой выповедь трех остатних мовцов, так? Я бы хакал до полна, то, что было выстрел на триме, при трехественниками. Так. Пан Алкаев, Могу о Бялоусь Банк, она начала Бялоусь Банк, был создан за бюдз КГБ и глава был глава Громович. Говоря о госпожа Винника и о банке, вы забыли добавить, что этот банк был основан за деньги КГБ и его заместителем был сегодняшний полковник Громович. Громович, который ostatnio получил функцию шефа полиции финансовой Республики Бялоусь. Он в последнее время был начальником финансовой полиции Республики Беларусь. Это первая. Это первая. Я бы хотел также отнести высказывание господина редактора. Помощи для опозиции белорусской Я думаю, что то, что вы говорите о помощи для белорусской опозиции През институции европейские Со стороны европейских институтов Это абсолютно справедливость. Правда. Это так. Но. 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 Роль пока на том, что в Белоруси, а каждый век, кто из Белоруси, В Белоруси все деньги, которые куплены, что есть в Белоруси, технологии, материалы, которые отбываются с финансов бюджетовыми. Все, кто жил, живет в Белоруси, знают, что все, что покупается в Белоруси, это за счет бюджетных денег. И с ним твердить, Я утверждаю, что Уния Европейская есть выгоднее что европейскому союзу выгодно продавать вещи в Белоруси и дать маху и дать взятки. Почему? Потому что средний бюрократ в Белоруси зарабатывает около тысячи долларов в месяц. Полковник, где-то областный, зарабатывает около полутора тысячи долларов. Ну, полковник КГБ зарабатывает около полутора тысячи долларов. И сейчас Пан Лукашенко вызвала своим зауфанным людям Президент Лукашенко разрешает своим доверенным людям продавать и покупать и брать и брать взятки. Еще вопросы автору есть? Ани? В этор. И. Гчеславом планы в основном зато . В одном из сюжетов фильма было сказано, что один из похищенных политиков был похищен из-за того, что там были спецоперации в Чечне. Мне бы хотелось спросить, какие были спецоперации со стороны Белоруссии в Чечне? К сожалению, я не руководитель подразделений МВД и КГБ, и мне трудно сказать, было ли там официальное участие белорусских спецслужб. Но мне достоверно известно, что любители, будем считать, что по личной инициативе с молчаливым согласия наших руководителей участвовали в спецоперациях в Чечне. Я не jestem сефом, а не МСВ, а не КГБ, так что трудно мне сказать, что были какие-то официальные действия белорусских спецслужб спецслужб в Чечне. Вiem, что были охотники, которые из такого милжасшего призвления власть бiałорусских участвовали в Чечне, но это было в индивидуальном уровне. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.